прибыли на день рождения в азиатский ресторан тут их несколько штук один азиатский один центральный еще один какой-то там есть но это говорят лучше поэтому держи не будем справлять здесь пойдет здравствуйте мы говорим день рождения позавчера но вот гостеприимные хозяева отеля накрыли для русской рок-звезды стол праздничный прям на берегу индийского океана поэтому пойдемте будем праздновать спасибо но вот с букетиком как положено там океан его правда не видно но я надеюсь будет видно хотя бы меня но раз вы уже привыкли к тому что я рассказываю всякие истории то на день рождения я расскажу вам историю самых таких интересных день рождения в моей жизни на самом деле отец был гидротехником строил плотины его все время не было дома он был все время в командировках поэтому когда в семье было не принято отмечать день рождения они проходили тихонько в семейном кругу с мамой поэтому я расскажу о тех днях рождениях которых я сам себе делал подарки уже повзрослевший немножко 16 лет я подарил себе норматив звания кандидата в мастера спорта будучи в десятом классе я завоевал серебро на перенесе украины среди своих сверстников поэтому в десятом классе я уже с гордостью носил значок кандидата в мастера спорта по боксу на крайний случай так чтобы были в курсе в 30 лет я сделал другой себе подарок я стал кандидатом экономических наук защитил кандидатскую диссертацию в 33 года именно к дню рождения я создал первое свое предприятие стал предпринимателем это был экспертный центр индекс одна из первых в стране экспертных организаций независимых независимых имеется ввиду от государства негосударственная экспертная организация 48-летию я защитил докторскую диссертацию стал доктором наук в 50 лет мне с моими коллегами и товарищами удалось добиться законодательного изменения и утверждения уравнения в правах государственных и негосударственных экспертов для тех кто не знает что это такое поясню что раньше экспертизу проводили только государственные эксперты особенно судебную нам же удалось внести изменения в законодательство добиться того чтобы уравнять в правах гос и негос экспертов нам я это говорю национальному объединению экспертизы в которой я являюсь вице-президентом в 52 года именно как раз в марте месяце на общем собрании академии военных наук меня избрали членом корреспондентом академии наук такой был подарочек дню рождения в 57 лет на день рождения я принял решение грандиозное кардинальное судьбоносное решение наконец-то заняться рок-н-роллом посвятить всю свою жизнь именно рок-н-роллу с тех пор я начал уже сочинять песни блоги и начал сочинять рок-н-роллы я и до этого их делал но это было любительство тут я уже все оставил бизнес передал своей ненаглядной супруге как взвалила на себя все эти обязанности по бизнесу стала генеральным директором вместо меня и у меня руки развязались я начал сочинять рок-н-роллы в 58 лет я уже себе подарил песню которая называлась я не хочу где были первые такие строки я не хочу быть пацифистом когда враги жгут родной дом и не хочу быть атеистом когда в церквях идет погром и в 59 лет на этот день рождения на сегодняшний я тоже подарил себе песню она называется в нужном ритме и я еще подарил себе несколько стихотворений так как вы все время спрашиваете кто я такой откуда я выскочил как черт из табакерки никто не знает что в бизнесе то я вкратце расскажу вам отрывки из этих стихотворений первое так называется кто я я в первое четверостище скажу я рожден в украинской семье рос внутри советского искусства для антисемитов я еврей для фашистов ненавистный русский и еще расскажу стихотворение которое посвящено моей рок-н-ролль на и жизни сегодняшней мне говорят что я сошел с ума что в моем возрасте начать играть хард-рок это безумие я отвечаю всем что это не беда лучше безумным быть чем делать глупости ведь глупость признак недалекого ума посредственности не способны на безумие поэтому за комплимент считаю я что сумасшедшим называют меня умники лучше безумным быть чем делать не свое что заставляют нас делать обстоятельства что заставляет делать трусость и ее родные сестры осторожность и мечтательность а еще признак недалекого ума всех осуждать себя считая самым умным пусть лучше буду сумасшедшим я друзья пусть лучше буду творчески безумным вот так вот с рок-н-роллами и несмотря на то что говорят что самое главное достижение в своей жизни люди делают обычно в возрасте христа то есть 33 года когда он зашел на голгофу я в 33 года создал экспертный центр индекс да это было большое дело такая всесоюзная экспертная организация с филиалами в каждом регионе россии но я считаю что все мои достижения связаны с будущее с рок-н-роллом они у меня все впереди я надеюсь что я стану настоящей русской рок-н-ролльный рок-звездой вот так вот с днем рождения меня волощука sd это мой второй день рождение на мальдивах но а где еще должен встречать настоящий русский рокер дни своего рождения конечно на мальдивах но тот раз мы отмечали его на другом острове он был чуть поменьше зато освещение столика было чуть получше сейчас будем сидеть в потемках ну и я в своих фирменных очках я без них не могу вы сами это понимаете но море рядом вот она шумит прибой будем надеяться что сегодня они нас порадуют вкусной едой заказали разные блюда мы разные десерты разные салаты посмотрим но что не способны грозятся что будет очень вкусно потом я все расскажу вам как на духу чтобы вы знали стоит ли ездить в отель миру и на остров миру пойдемте праздновать нашему столику и вот даже администрация отеля прям поздравила праздничной открыточкой миру пишут что все чтобы у вас было хорошо чтобы вы стали русской рок-звездой воплотили все лучшие чаяния русского народа который ждет настоящего чисто стильного хард-рока утомились уже от хэви-метал попсаре по шансона пишут так вот утомились русские люди и хотят чтобы звучал настоящий новый хард-рок чисто стильный ну шо шо прекрасное пожелание я буду его воплощать жизнь по приезду но и вот пока мы ждем заморские явства чтобы объедаться тут в день рождения мои родные и близкие члены рок-группы волчука sd будут дарить мне подарки начнем с клавишницы с младшей давайте елена сергейна я хочу поздравить с днем рождения пожелать тебе счастья здоровья чтобы все твои мечты исполнялись и чтобы ты достиг всех своих целей и так как ты любитель рока я тебе дарю такую кружечку ух ты горячий рок вот она человек понимает что дарить надо папки и кипченку а ну-ка теперь буду пить пить кофе и будут только с этой кружки держитесь там хэви-метал попсаре по шансончики я буду крепкий горячий рок играть и пить кофе горячий а вот самый главный человек в нашей рок-группе режиссер продюсер редактор всех моих текстов и по совместительству моя ненаглядная супруга елена ивановна я вместо нее всегда говорю все речи желает мне всего самого лучшего счастья любви добра и чтобы я в ближайшее время подарил роллс-ройс на заработанные с концертов деньги и она желает мне подарить какой-то эксклюзивный подарок чтобы я лучше вас всех слышал и еще лучше чтобы читал всякие комменты от моих любимых подписчиков и хейтеров вот он красавец двенадцатый айфончик с тремя камерами или четырьмя уже я не знаю сколько таких хуже но я думаю хватит чтоб все лучше рассмотреть снять и прочитать и отправить вам сообщение спасибо вам родные мои близкие я счастлив что отмечаю день рождения в вашем кругу но видите в потемках зато они приносят меню с фонариком чтобы было видно все но мы заказали все в основном морское заказали лобстера креветочек всяких осьминогов поназаказывали вот сюда вот сашими свеженькой рыбки и заказали слабость у меня к пекинской утке заказал себе пекинскую водку ну и коллеги заказали себе два стейка с кровью такие настоящие потому что настоящий рокер он же кровь любит поэтому так сейчас будем есть пробовать вам рассказывать давайте ну что друзья мои позвольте произнести тост торжественный хочу выпить за новорожденного которому наконец-то стукнуло 19 годков после первых сорока и пожелать ему добиться всего чего он задумал в 57 лет в 17 лет то есть после 40 он задумал и он добиться этого в ближайшее время вот этого хочу я пожелать ну и конечно же хочу пожелать чтобы меня любили мои родные и близкие я их тоже вот за это хочу выпить давайте дай бог волосюку sd долгих лет и здоровья вот на закусочку принесли нам спринг-роллы для начала для для разогрева поэтому давайте друзья мои под спринг-рольчики водички то хлебнуть надо доченька как ты считаешь вот человек понимает все давай за рок-группа волосюка sd несут еду яство несут заморские помните икра кабачковая заморская роллы были очень вкусные сейчас попробуем вот это не знаю что такое но что-то в такой интересный ну давай ну что принесли свежую рыбку я попробовал тунца хороший свежий свеженький хорошим как это скорее всего было хвостик но рыболовство у них главное отрасль народного хозяйства поэтому рыба свежая прекрасная рыбка вот такая ну и в этот романтичный вечер слышен кавер на песню бюджи 79 года пластинка search find потрясающая пластинка лучшего бюджи австралийские ребята три брата джиба пели фальцетом было очень оригинально все как-то непривычно но это было очень мелодично ведь и до сих пор перепевают и звучит обалденно современно красивая вещь ну что они принесли нам рыбный микс подтверждая звание великой морской державы находящийся в индийском океане видите здесь и гребешочки кусочек лобстера и рыбкой креветочки все по чуть-чуть попробуем сейчас оценим нашу они способны я хочу поднять тост за выражение я не помню кто это сказал он сказал что самое ценное что есть у людей это роскошь человеческого общения и это действительно так но может быть не самое ценное но одно из самых ценных поэтому очень приятно что у нас есть возможность вот этот роскошь человеческого общения потреблять сидя в кругу родных и близких общаясь с друзьями на работе нас окружают приятные приличные люди за годы работы мы научились подбирать себе коллег по работе и партнеров и подчиненных ну и конечно же сейчас эту роскошь человеческого общения предоставляет нам интернет где мы можем общаться со всем миром я благодарен всем моим подписчикам всем посетителям нашего сайта благодарен всем хейтерам которые развлекают меня своими злобными комментариями и дают мне возможность постебаться над ними она не стебутся надо мной над ними но это все равно роскошь человеческого общения вот за это хочу выпить чтобы у нас была всегда возможность непринудительного общения и не сидение в одиночке сам собой общаюсь тихо на досуге там сам с собой веду беседу чтобы мы общались с хорошими людьми что нас окружали приличные люди и чтобы мы потребляли роскошь человеческого общения давайте так что уважаемые любители рок-музыки благодарю всех вас за то что вы общайтесь со мной пишите мне приятный комментарий неприятный комментарий критикуйте меня за вас сейчас попробую умеют ли они делать стейки средние прожарки чтоб кровушка была внутри и пробуем но ножик не принесли настоящий которым можно резать обыкновенный столовый нож ну ладно бог и маниколин а ну-ну-ну-ну-ну-ну мягкая прожаренная не пересушено действительно внутри чуть сыровато очень вкусно научили их британцы за 200 лет своего правления делать стейки я когда первый раз был в британии но я я же хохол поэтому у меня любимое мясо это же свинина а там одна говядина ресторана и вот эти вот стейка ей но не мог их есть они еще то приносят там крови думать о что-то такое-то не дожарено что-то потом начинаешь понимать вкус хорошего стейка не пережаренный стейк конечно тоже есть любители когда он хрустит но прикольно конечно когда внутри с кровью это класс это высший пилотаж умеют 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 уважаемый любитель рок-музык умеют вот тут на острове мини руку в отеле на именном делать стейки мягенькие даже столовым ножом где режется хорошо и палит он очень интересным соусом вкусно реально вкусно и видите как морковка но я вам хочу сказать что не только стейк хорош но и вот эти baby овощи маленькие морковочка аспарагус еще что-то там не знаю что перчик сделано вот так вот сделано вы знаете русский мужик сермяжный он не любит овощи я когда первый раз видел как кавказцы едят вот эту гора тут шашлык а тут гора всякой зелени они едят вообще на и беру прям пушками едят потом распробовал неплохо а потом вот дошла очередь до хороших печеных или приготовленных в масле вот этих вот различных овощей бросать им все на самолет на мальдивы остров миру азиатский ресторан так и называется азия и заказывать вот этот стейк и вот наступает самый волнительный момент заключительная фаза торжественного ужина но уважаемые любители рок-музыки видео как я помолодел то я-то думал мне 19 всего лишь на все после 40 а мне только три годика стукнула дайте дунуть дайте дунуть или ванна но держитесь хэви метал попса репа сансончики давали волосчук сд поздравляю тебя с днем рождения но неплохой хочу сказать вам день рождения на берегу индийского океана из жизни русской профессуры из жизни докторов наук истории иван без цензуры расскажет рокер волосчук малышу малышу